Всем здорова, с вами Найт, и мы продолжаем проходить бесконечное лето, история двух студентов 2. И в прошлой серии мы уже переключились за Санью. Андрюха там куда-то отдыхать пошёл, Мику тоже по своим делам куда-то пошла. Вот о Сане, у Сани началось всё самое интересное. Во-первых, его в лесу чуть не отымели. Снова. Да, его чуть снова не отымели в лесу. Во-вторых, он за каким-то хрен, я не знаю зачем, я, возможно, что-то упустил, то, что Саня хотел ставить Феликсу какие-то чакры-пукры. Я не знаю, куда вставить, зачем вставить, но мы продолжаем. Вот я и помылся, теперь неплохо было бы найти Мику и скоротать с ней оставшиеся денег. Хотя времени ещё и немного, а ещё много, Саня тоже мог бы придумать занятия на день. Вот только где их искать? Ладно, пойду пока в домик, а там разберусь. А, мы уже под конец, я вспомнил то, что под конец прошлой серии переместились за Андрюху. А то я думаю, в смысле, а чё Саня такой, блин? Типа, надо бы с Мику скоротать денег, Саню поискать. Какого фига? О, Жора опять сидит, Жора, Жора. Проходя площадь, я заметил то, что могло быть последствиями грибов от Сорокера. Но я был уверен, что не употреблял их в последнее время. Что за херня? Это ходящая гитара. А, не, это всего лишь скрипка. Тогда всё нормально. Но что она тут забыла и как она ходит? Эй, хуйня, ты что тут делаешь? А ну-ка пиздуй, музыкальный клуб обратно. Я был очень убедительным, но скрипка не собиралась возвращаться. Тебе что-то непонятно? Скрипка слегка напряглась, после чего напала на меня. Уйди, морда, я сейчас тебе струнно подергиваю засуды, тебе... Ну, куда-нибудь их засуну. Да что с ней не так? Она же бешеная, её нужно срочно изолировать от общества. Что с ней делать-то? Прежде чем я догадался схватить её и разбить о землю, она знатно потрепала меня. И это неудивительно сказалось и отсутствие опыта в драке со скрипкой. Я тут же растерялся. Фух, вот дела. Мику обидится на меня за то, что я разбил её инструмент. Пока она не узнала, нужно заранее извиниться. Цветы я в этот раз искать не буду. Меня хватило в прошлый раз того, шоблой ёбл с огненными шарами. А, ну, я вспомнил тот раз, когда мы с Эдуанчиком пиздились. Я не знаю, что тут происходит, но поищу-ка Саню в домике, пока ему барабан по башке не настучал. А после мы вместе придумаем подарок для Мику и найдём её. Выйдя из раздумий, я услышал крики пионеров по всем лагерям, а также звуки музыкальных инструментов. Это говорило о начале апокалипсисов. Поэтому я ускорил шаг и увеличил бдительность. Однако этого казалось недостаточно, так как я споткнулся об разбитую скрипку и упал. Хоть я и играл в игры про апокалипсис, выжить мне, видимо, это не поможет. С таким успехом я уже через 5 минут буду 3 минуты как мёртв. На удивление, без происшествий мне удалось добраться до домика. Правда, меня чуть машина не сбила, но это не важно. Ну, я бы хотел спросить, а где тут машина взялась, помимо той волги, на которой мы ездили в деревню? Из домика наносился сильный шум. Интересно, что же это может быть? Итак, я вхожу. Пожалуйста, не надо, я не хочу опять чёты цензури. Причиной шума оказался Саня, который сидел в углу и громко плакал. Саня, дурак, ты нахрена так орёшь? Попробуй себя в роли истеричной ТПшки, из-за которой многие погибнут. Я всегда бы хотел попробовать себя в этой роли. А сейчас так неудачно апокалипсис начался. Актёра подался, получается, да? Ну, мне нужно больше практики, но пока что выходит неплохо. Попробуй себя лучше в роли человека, который мне поможет придумать подарок для Мику и найти её. А ещё неплохо было бы объяснить мне, как это началось. Не слышал о таких ролях, но постараюсь. Хм, это началось в полудни, почти сто лет назад. Не переигрывай. Как скажешь, это началось полтора часа назад. Я понял, что Феликс и я приходил Макробеса, поэтому решил спасти его, вставить ему чакры. А, всё-таки я вспомнил, что он там ему хотел чакры и идти в пукры вставить. Я пришёл в музыкальный клуб, чтобы провести ритуал. Всё было сделано правильно, но что-то пошло не так. Музыка вдруг заиграла со стороны сцены, у которой стоят музыкальные инструменты. Я вернулся, чтобы попросить их перестать, но мне тут же в лесо прилетела рояль. Но, по основной части, это всё. После этого я побежал оттуда, вероятно, инструменты начали восстание из моего ритуала по вставке чакр. Но это не должно было произойти. Ох, холера! Только этого нам и не хватало, для полного счастья. Итак, как же нам теперь это остановить? Есть мысли? Да, я вот думаю, что сейчас хорошо, был бы Шурму здесь под пивас. А насчёт того, чтобы остановить апокалипсис, ты об этом не думал? Как бы ничего там, у тебя чакры никуда не достукивались. Можно было бы провести ещё один ритуал. Но мне кажется, то, что восстанет мебель и начнёт всех иметь. Ты уже провёл. Лорадно, если это не объясняется наукой, то доверю это тебе. Идём немедленно, а то эта флейта за окном, которая наблюдает за мной, уже начинает меня напрягать. А, это нужно проводить в полночь. Да ты издеваешься, а раньше никак? Не, ещё для него нужно минимум четыре человека. А раз так, то сначала найдём подарок для моей прекрасной вайфу, я его ей вручу. После этого найдём ещё кого-нибудь и будем ждать. Феликс в качестве четвёртого сойдёт. Он же животное! Бля, ну да, но что касается подарка, у нас за дверью стоит охуительная лопата. Хм, ты и правда думаешь, что лопата это хороший подарок для неё? Блин, я не знаю, вот если бы просто девчонке подарить лопату, она как была бы рада или нет? Вот тоже самый такой оригинальный вопрос. Потому что я не знаю, может Мику скажут, «Ой, это всё, что я хотела! Мой милый принц на обосрану коне!» Ну да, ты совершенно прав, это отличный подарок. Так что пойдём его добывать. Мы вышли из домика, я взял лопату и мы направились к сцене, так как там в этом нету логии, а нам похуй. А ещё на подходе мы услышали музыку. Там явно происходило что-то нехорошее. Мы думали, что на сцене никого не будет, но там был сэр Карась. Он вызвал музыкальные инструменты на версус Вайфу Баттл, в котором они явно ему проигрывали. О, а он неплох, было бы неплохо завербовать его в наши ряды, чтобы провести ритуал. Не думаю, что его методы борьбы весьма специфичны. Зато эффективны. Посмотри на инструменты. Они сейчас заплачут и убегают домой к мамочке. Но перед этим порвут карася на части. Не думаю, если учитывать их происхождение, этот честный бой не примут поражение с достоинством. В этом и дело, если учитывать их происхождение, то карася мы больше не увидим. Это можно проверить. Пойдём посмотрим. Пошли, готовь лопату, только не сломай обо них. Тогда начнётся. Лопата не понадобится. Мы подошли к сцене и стали ждать окончания этой жестокой битвы. Ну и что? Кто сейчас победит? Инструменты или карась? Униженные своим поражением, инструменты пошли в сторону причала, чтобы выпилиться. Но перед этим сорвали плакаты карася. Вот пидоры, не мог принять поражение с достоинства. Ой, весёлые ребята. Вот только они совсем какие-то деревянные. А, ты же понимаешь, что это так быть не должно. Они не могут просто разгуливать по лагерю. Не могут это и нам помочь от них избавиться. У тебя, я смотрю, хорошо получается. Почему бы и нет, я сразу заподозрил, что что-то тут не так. Я вам помогу, но как? Я сам не знаю, Саня расскажет, а пока нужно дождаться ночи. Где будем ждать, тут точно небезопасно. Об этом я уже всё подумал, продумал и, как говорится, всё предусмотрел. Что насчёт бомбаря под старым лагерем? Отличное место на случай апокалипсиса. Гениальная идея, там мы соберёмся. Тогда я буду ждать вас там, удачи. Осталось только найти Мику, скорее всего она у себя дома. Туда и отправилась. Саня, иди за карасём, я дальше один. Уверен, не самая лучшая идея ходить сейчас в одиночку. Вот с этим я полностью соглашусь. Потому что, мало ли, инструмент возьмёт какую-то лопату, огреет Андрюху и всё. И не будет Андрюхи. Был пацан и нет пацана. Вот его и гитара отымела. А по-моему, это отличная идея. Ступай обо мне, не беспокойся. Ой, блин, на генде опять написано генда хуйло. И где же мне её искать? Неужели они до неё добрались? Пойду куда-нибудь. Может удастся наткнуться на Мику. На площади было подозрительно спокойно. Но мне это не помешало уйти в свои мысли. Из-за чего я чуть не столкнулся с лбами с субъектом моих похотливых фонтазий. Ой, то есть с субъектом поисков. О, Андрюша, я как раз искал тебя. Я въел ходящий музыкальный инструмент из моего клуба. Представляешь, бежал к тебе, чтобы показать, а то мне бы никто не поверил. Это было возле его домика вожатой. Я шла после души и увидела их. Сначала мне показалось, что я переигрался на солнце, но нет. Они обычно были словно живые. Хотела подойти к нему, но испугалась. Что может случиться-то плохое. Поэтому решила сначала сходить за тобой, а потом... Ой, я молча вручил ей лопату в руки. Ой, а это зачем? Приводится, сказала я. Взял её за руку и повёл в убежище. Вот это я понимаю, как нужно дарить подарки. Не вот это тебе, вот этот подарочек, а это... Возьми, пригодится. И всё, и пошли со мной. Я всё ещё не рассказывал ей о том, что разъебал скрипку на площади. Может, следует сделать это сейчас? Я думаю, то, что не стоит пока рассказывать, не стоит, не стоит, не стоит. Она вполне может агрессивно отреагировать. Лучше и вправду не стоит. Весь путь до места назначения прошёл без происшествий. Хотел бы я так сказать, но это было по-другому. Мик, услышишь? Кусты шелестят. Надеюсь, это всего лишь кролики ебутся. Ой, нет, лучше бы это кролики ебались. А вот и нет, это я, ваш прекрасный эльф. Мико и тихо усмехнулась и сказала. Андрюш, посмотри, какой у него пидорский плач за спиной и кошачьи уши. Он что, сбежал с вечеринки геев-косплееров? Тут не нужны твои устраумные шутки. Уходи отсюда, лично меня там не интересуют. Так, ты, гей Дед Мороз, а ну-ка, пошёл нахуй отсюда. Значит, я право. Может, он шёл к кибернетикам и заблудился? Мико, это эльф-педофил. Лучше давай быстрее убираться отсюда. Ты никуда не пойдёшь. Прочной раз тебе удалось провести меня убежать. Но в этот раз всё будет иначе. Я теперь убегу. Он надырнул в те же кусты, из которых вылез. Дальше были слышны отдаляющиеся звуки ломающихся веток. Какого хуя? У меня самый главный вопрос, что сейчас происходит. Вот это я понимаю. Самая главная тактика боя. Я тебя сейчас переиграю. Я сделаю то, чего ты не ожидаешь. Он нырнул в кусты и начал убегать. То ты убегал, теперь я убегу. Он чёртов гений. Ему действительно удалось наебать меня. Такого от него я не ожидал. Надеюсь, эльф не поймёт, что в его плане здесь небольшой недочёт. Ой, нет, он всё правильно сделал. Посмотри назад. Я обернулся и увидел, что за нами стала группа музыкальных инструментов. Так вот почему он убежал. Предлагаю сделать то же самое. С этими словами я схватил Мику за руку, и мы добежали к старому лагерю. Ох, чуть не попались. Ну, а теперь мы в безопасности. Тут-то они нас точно не достанут. Ох, никогда не думал, что буду бегать от того, на чём играю. Что же тут происходит? Ничего особенного. Просто один умник решил вставить чакры в твоём клубе. Разрешай его отпинать, если надо. Да я ему эти чакры сейчас вырву. Где он? Давай сюда! Он в бомбаре. Это Заня, если что. Поэтому не надо пинать карася. Что он там делает? Полагаю, в данный момент тот чилит. Давай присоединимся к ним. Там ведём тебя в курс дела. После удачного вырвания чакры Сани, Мика согласилась выслушать его. Она была, мягко говоря, не в восторге, но с Мириной согласилась с нашим планом. Поэтому мы стали ждать полночи. И это было несложно. Ещё минута в этой комнате, и я что-нибудь сделаю. Ну что, Саня, вставили тебе чакры в твои пукры, да? Ну это прям просто крутая подводка. Вот как объяснить, что происходит? Короче, Саня сделал такую-то хуйню в твоём музыкальном клубе. Решил ставить чакры такой. Я ща ему эти чакры знаешь куда засуну. Вот придёшь, узнаешь куда засуну. Тише, Андрюша. Ты его так резко отреагировал. Просто я не люблю, когда хорошие вещи ломают. И мне скучно. Я хожу с ума. Ну да, да. Кто бы говорил. Кто бы скрипку отхуярил. На самом деле я просто подорочить не хочу. Но в этой теснотной комнате с этими тремя это не особо получается. Ну, хотя бы двоих отсюда сбагрить, а остальное было бы, я не знаю, можно или нельзя. Это уже узнаем, как говорится, потом. Дрочите рука. Держи себя в руках. Не надо. Почему я вообще этого хочу? Если сегодня Мику было несколько раз. Наверное, дело в том, что мы правы объединили, а обиделась и требуют внимания. Нужно отвлечься, а то я так долго не продержусь. Можешь подрюхать вот эту вот ножку от кровати, типа туда-сюда, туда-сюда. Как бы кровати будут приятны, и рука будет делом занята. Да, осматривая комнату в поиске развлечений, я посмотрел на Мику, которая расчесывала свои волосы. Я надеюсь, ты не захочешь подрюхать её волосы сейчас. Бля, ну почему ты такая красивая? Теперь ещё сложнее сдерживаться. Ой, здорово, не грустите. Я вам веселье принёс. Ай, блядь! Ты как сюда попал незамеченным? На самом деле, я всегда тут был просто Саня, на моё яйцо правое сел. Ну ладно, нормально хоть веселье. И нам нужно очнуться до полученности. Действует пару часов. Я посмотрел на часы и увидел, что был только девятый час. Вполне можем успеть, если не наёбывает. Мне кажется, то, что второй вариант. Давай сюда, если сейчас попробуем... Если всё будет нормально, то будет всё нормально. Одуванчик бродил по улицам своего родного Мухосранской и любовался видом помех. Вдруг ему захотелось зайти в бар, чтобы снять одуванчицу. В баре было грязно так, как, сука, может быть так грязно? В плане с дешёвыми шлюхами ему не приглянулся. А поэтому, пройдя к барной стойке, он спросил бармена. Мне бы подешевле и быстрее, чтобы не уродина. Понял, а сейчас принесу. Одуванчик подумал, что он собрался принести. Он точно меня правильно понял. Его размышления прервал какой-то пьяницы, который схватил его за рукав и наблевал в воротник. Одуванчику было совершенно неважно то, что с ним были макушки до пальцев в ног в блевотине. Его волновало лишь одно. Пиджак за 60 гривен, блядь. Урод, тебе не жить. Одним мощным прямым ударом одуванчик отрубил пьяницу, но этого было мало. Сейчас бы спокойно дождался своей шлюхи, но мое настроение безнадёжно испорчено. А этот дебил рядом со мной меня с самого начала раздражает. Как же меня тут всё бесить начало. Одуванчик вырубил ноунейм дебила, и направился к выходу, попутно вырубив ещё двоих. Охранка ухода попыталась возразить и оспорить его действия, но был благополучно отправлен на мусорный бак. Одуванчик с раннего детства посещал качалку и петушиные бои, поэтому для него нагнуть всех в этом баре не было сложным делом. И на улице на него поднул холодный ветер, но, к сожалению, он не был в состоянии охладить траханье одуванчика. На улице прохожим тоже немало досталось. Неизвестно, сколько ещё это бы продолжалось, если бы не их вмешательство. Эй, пушок, я тебя отгребочу! Ты растение недоразвитое! Что? Я сказал тебе остановиться! А ты кто такой? Думаешь, что способен остановить меня? Вот действительно, гриб какой-то простой, как, я не знаю, как будто на него кошка-девка какая-то нассала. Я один, конечно же, нет. В этом мире мне помогут мои кореша. Изо всех закоулок вызвали шли кореша Мухомора, черствый лошар и Чиполина. Вот теперь можно и начинать. Мухомор всегда с детства хотел помогать нуждающимся в беде и мочил негодяев направо и налево, поэтому они вместе бросили вызов и началась потасовка. Поначалу силы были равны, но вскоре одуванчик начал откровенно сосать. И в этот момент, как оказалось, что ему конец, когда Мухомор наносил завершающий удар, к одуванчику на помощь пришел его давний друг Егор, педик который. Вовремя активировав щит голубые утехи, он спас одуванчика. Как ни пытался гриб пробить его защиту, ему это не удавалось. Вдруг к ним на поле боя врывается пожилой енот, который схватил из мусорного бака кожуру от банана и начал ездить и смотреть на все происходящее. От такого все они, честно говоря, охуели. Пока все наблюдали за пожилым енотом, лошара обошел сзади одуванчика и панул его и обоссал. Лошару собрались провозгласить героем, но одуванчик поднялся на ноги и включил режим берсерка. «Вы! Вы ответите за это!» Одуванчик достал своего пушка кокса на вид около килограмма, после чего внюхал его до конца. От него исходила зловещая аура, у всех ноги показились, Чаполин даже уже потерял веру в победу, несмотря на то, что недавно все было в их пользу. Но тут же после боя врывается их союзник. Лимончик! Его появление сразу же всех прибодрило, и битва продолжилась. Лимончик кастовал массовое заклинание, которое восполнило команде Мухомороману. Эта битва длилась пять минут, и результаты были не самим лучшим для Тима Мухомора, хоть и у них было численное превосходство. Его ничто не вернет. Не может быть такого, чтобы у него не было совсем слабых мест. Тут-то прав. Я давно поглядываю на точку на его теле, которое светится оранжевым цветом, как в Resident Evil. Думаешь, это оно и есть? Ага, то самое! Тогда неожиданно, хрен пойми, откуда появился туман, из-за которого видимость составляла один метр, а то и меньше. Мухомор повсюду слышал крики своих товарищей, но не мог увидеть их самих. Наконец, крики затихли, а кошак, ты покажешься, заткнись, пожалуйста! Спасибо, что заткнулся! Наконец-то крики затихли, а через секунду на мухомора сверху полетел одуванчик. С таким взломодеблом, будто услышал что-то в аниме про Джоджу. Плохо отозвались. Тем не менее, мухомор не растерялся и нанес серию ударов по слабому месту одуванчика. Так, одуванчик был повержен. После этого туман рассеялся, а мухомор стал освещать лучи солнца. Хоть битва и была выиграна, но какой ценой? Мухомор до сих пор вспоминает своих кентов. До сих пор вспоминает своих кентов. Темнота. Почему все потемнело? Я хочу досмотреть этот мультик до конца. Я думал, что это сказочка, как говорится. Кто слушал, тот молодец, а кто не слушал, тому огурец. Стоп. Мультик? Осознание происходящего стало немедленно приходить ко мне. Точно. Нам же опять грибы принесли. Это был лишь сон. О, голубиутехи, да? У нас с Феликсом есть поза с таким названием. Пожилой енот, как странно, не ожидал услышать что-то подобное из своих уст. Что вам снилось? Знаете, у меня возникает ощущение, что нам снился один и тот же сон. Только осталось понять, кто был там кто. Пожилой енот, я не знаю, возможно, это была Мику, а дуванчик был Андрюха, а тот, кто кастанул голубуутехи, это был как раз Саня. Так и есть, это особый вид грибов, который вызывает один сон у людей в радиусе 50 метров. Было дьявольски интересно, хорошо было досмотреть, но нам нужно идти, я так полагаю. Точно, я посмотрел на часы, пока 23-28, еще успеваем. И мы, пошатываясь, покинули свое временное убежище. Было время позднее, из-за чего некоторым было немного страшно. Но выходки Сани поднимали нам боевой дух. Ох, ты же, Валена. Луна, лес, и самое главное, не встретить этого замечательного эльфийского Деда Мороза голубых кровей. В лесу было тихо, никто из нас не разговаривал, возможно, эта тишина кого-то и напрягла, но не меня, так как я был в своих мыслях. Вдруг Мику приблизилась ко мне вплотную и прижала мою руку к себе. Это была бы хорошая романтическая прогулка, если бы не апокалипсис, верно, тихим голосом я слышал только и что она произнесла. Я немного задумался. Может, ты права. Нам и же ничего не помешает устроить такую прогулку, когда все закончится. Конечно, уже почти вышли из леса, а тут все так же тихо, странно. Я всегда бдительный, бодр, как бобр. А вот не пойму, Саня еще не отошел от грибов или взял добавку. Приготовил свои воображенные ТТ ухода из леса и я немного ускорил шаг. А где мы будем сейчас вызывать? На площади? Точнее, проделав вот эту вот всю шрибистику-мистику. Пройдя через некоторые жилые здания к клубам, было заметено всего пару различных музыкальных инструментов, но мы прошли мимо них незаметно, даже такой толпой. Ух, ну что ж, до музыкального клуба осталось совсем ничего. Надеюсь, все будет да и дальше нормально. Нам не нужны лишние проблемы. Ты говоришь про проблемы вроде тех, что у тебя за спиной? Я обернулся и увидел музыкальные инструменты, которые мы встретили пару минут назад. Видимо, мы все-таки не прошли незамеченными. Да, я имею в виду их, я про них именно говорил. Что же мы будем делать? А почему ты сразу меня спрашиваешь? Я тебе что, ответчик на вопрос в любой непонятной ситуации или что? Ты же умный. А если я решил не кормить вас с руки в саопарке вместе со всеми, это еще не значит, что я умный. Это значит лишь то, что у меня работает инстинкт самосохранения. И, кстати, он сейчас говорит бежать. Ну и к чему мы это беготня? Сороке выложил вперед нас, нужно жить в мире с пони. И ни от кого не нужно убегать. Пацаны, не хотите, нырнуться, воротился он уже к инструментам. Может, он сейчас грибы даст, а они такие, нормальный гриб радуют мои струны. Сорокер поднес грибы, я уже думал держать, оставил его на растерзань, но делать этого не пришлось. Сорокер бросил грибы, после чего ему с инструмента растворились. Я их употреблял. Что сейчас происходит внутри моего организма, страшно представить. У моей пусечки. Обещай, я найду того, кто за этим стоит, и отомщу. Но ты уже знаешь, кто виноват. Точно, иди сюда, мешок с дерьмом. Саня весь содрогнулся, глаза были такими, будто его мамка угрожала разбить бутылку элитным бухлом. Казалось, что он хочет быстрой смерти, но я помог ему. Микусь, ну сзади, ты же ему уже отомстил в бомбоубежище, помнишь? Я думал, что он усвоил урок, и больше так не будет. Как с дитём, мал, говорю, но это очень даже нравится. Ну хотя бы ещё один раз его пнуть можно. Ну как таким глазам можно отказать? Ступай, пусть помягче. И Мику такая довольная пошла. Ее, можно пнуть Саню. Саня, иди недалеко не один раз, да ещё и как. Так что я мог почувствовать частичку боли Санни. Уверен, что не стоит её устанавливать. Эх, они быстро растут, проследился я. Ладно, пойдём дальше, пока не возникли новые проблемы. Ещё и опоздать можем. А то это будет очень и очень неприятно. Тогда пошли... А я не был, а нахер мы в убежище шли. Скорее всего, мы шли туда просто, чтобы скоротать там время, да и всё. Хотя мы могли просто типа гулять, ходить, бродить, да и от музыкальных инструментов там убегать, да и всё. Но зато мы услышали в этой серии такую небольшую типа мультик, типа сказочку. Мы были в 20 шагах от дверей музыкального клуба, но всё не далось так гладко, как хотелось. Видимо, сегодня не ваш день. У дверей нас ждал финальный босс пианино. А может и рояль хуй его знает. Рояль начинает наступать. Сука, я его сейчас разматаю. Пацан, я тебе таблетку для лучшего насторожения дам. Я подошёл к Сорокеру и взял у него таблетку. Мику, Саня, отойдите к дереву. Я принял таблетку. Всё, сука, доигрался. Я поднёс ветку с земли и бросился на рояль с яростным боевым криком. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Один из камней попал внутрь рояля, прямо на футор. Судя по виду, это дало большой эффект. Я добью его, ааааа, блять, умреть, сука. Я кинуветку внутрь рояля, после чего у него посыпались клавиши. И захнопнулась крышка. Парни, ловите! Сорокер кринул нам спички и мы, короче говоря, его разожли. Разожжили этот рояль, срезали рожек у нас там было. Откуда? Да, я ещё с дома вел. Вдруг придётся допоздна торговать. Ловко открыл ногой баночку с розжигом, я облил рояль, после чего ловким движением с самой быстрой руки на Диком Западе поджёг рояль. Так-то, сказал Саня, потирая руки. Хух, теперь мы можем начать. Сейчас я напишу заклинание, которое нужно будет произнести каждому из вас по очереди. Ну а какое именно заклинание, мы будем уже узнавать в следующей серии. На этом всё, с вами был Натин. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, комментируйте. Всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока!